Добрый вечер. Вот вы знаете, что я вам скажу насчет стана. Вот я киевлянка, мне 69 лет, майдановка. Меня этот стан не пугает. Как раз вот сегодня годовщина. Я вам скажу, когда я бросала свой бюллетень и голосовала за Порошенко, перекрестилась и его попросила, посмотрела в небо. Пожалуйста, Петр Алексеевич, выведи Украину с этой беды. И что получается, Петр Алексеевич в субботу, это я не выдумала, пестрит весь интернет, и все телеканалы вчера об этом говорили. В 2 часа ночи, в субботу, которая была, поехал в гости к Ренату Ахметову, туда приехал Яценюк, и приехал этот говорун Ляшко, и они ночь обсуждали, что же делать с надзвичайным станом. Получается, что Петр Алексеевич пока не посоветуется с Ренатом Ахметовым. Он не может принять решение, и все его побратимы. Теперь второе. Я вам скажу, нам все рассказывают, что если с актером негде будет работать, они пойдут в боевики. А вы знаете, мы прошли Майдан, но убийцами мы не стали. Третье я вам скажу, Юлия Владимировна вчера по телеканалу Ньюзван посчитала, что по 400-500 гривен брали все эти годы, все эти годы, тонна угля, а продавали нам, Украине, 1800, а позвонили вчера к вам на телеканал, по 3300 продают в Кировограде. Вот кто? Это только эти люди имеют доступ к этим деньгам. И на крови, пусть меня за это расстреляет Порошенко, то, что я сейчас говорю, мне уже наплевать. И на крови, безруких, безногих, на сиротах зарабатывать три года деньги, но пердам плюс, да что бы они собаки подавились и захлебнулись. А теперь можете меня создать в тюрьму. Будьте здоровы. Донбасс внес в копилку в общую казну Украины только налогами. Порядка двух миллиардов долларов. Господдержка, налоги, экспортная выручка, участие в создании валового внутреннего продукта. Донбасс являлся и, надеюсь, будет являться бюджетно составляющим, бюджетно организовывающим регионом Украины. Выше по цифрам был только город Киев, но это легко объясняется. Все денежные потоки замкнуты на столицу. Это нормальное явление. Вся оградная компания здесь имеет просто... Вообще всё. Да. 25 лет страна не развивалась. Она не модернизировалась. Она, по большому счёту, проедала всё то, что ей осталось в наследство от Советского Союза. В этом не люди виноваты. В этом виноваты те самые керманычи, которые каждый национальный праздник в четвером, в пятером там бродят с цветами или с венками к тем или иным памятникам. Мы их всех знаем, да? И плюс их окружение. Те тысячи людей, которые вокруг них кормились, которые делили эту страну, которые делили её продукты, которые делили её возможности. Это привело к тому, что на сегодняшний день страна абсолютно не подготовилась к тем или иным резким выпадам. И она не может жить в этом смысле раздельно. Посмотрите, даже если взять как пример электроэнергетику, сети построены таким образом, что излишки нашей электроэнергии мы вынуждены, Украина вынуждена отправлять в Крым. В то же время север Украины, когда нуждается в электроэнергии, не может забрать крымскую электроэнергию или, скажем так, южную электроэнергию. Он вынужден подпитываться у России. В то же время Бурштинский остров, который на сегодняшний момент по сути приватизирован и является единственным и монопольным поставщиком электроэнергии за рубеж за евро, прекрасно работает и отправляет как бы лишнюю генерированную у нас электроэнергию в европейские страны. К чему веду? Даже этот дисбаланс говорит о том, что никто не занимался созданием новой системы по-старому народного хозяйства в Украине. Мы говорим, вы задали вопрос о углях. Ситуация выглядит банально. Без донбасского угля украинские ТЭСы работать не будут. Кто бы что не рассказывал. Вспомните аферы с южноафриканским углем. Вспомните рассказы о Новозеландии, об Австралии. Вспомните рассказы о том, что из Америки его сюда будут везти. Чем это все закончилось? Пшиком и скандалами. Более того, высшие государственные сановники Украины признают, что уголь, который к нам везут, ну к нам я имею ввиду, на контролируемую Киевом территорию, по формуле Роттердам плюс, якобы из Европы и из Ирландской товарной биржи, например, на самом деле этот уголь производством или своим местом рождения, местом добычи из Донбасса. Это и есть ответ на вопрос. Теперь касательно того, кстати говоря, очень важная цифра. Я специально попросил посмотреть, сколько сегодня Донбасс, донецкие предприятия, луганские предприятия уплачивают в бюджет Украины налогов и сборов, находясь на неконтролируемой правительствами Яценюка Гройсмана территории. Порядка 7-8% из 500 миллиардов собранных налогов это деньги Донбасса. Вы можете себе представить? Люди платят, несмотря на то, что они работают там. Понятно, под каким предлогом они платят, понятно, как на них воздействуют, понятно, в какой ситуации двоякой они сейчас очутились. Собственники этих производств, собственники этих предприятий. Но факт есть факт. Это еще раз говорит о том, нужен ли Донбасс Украине. 7% во время войны платит неконтролируемая территория в бюджет страны. Ну, на мой взгляд, это впечатляет. Теперь касательно того, нравится, не нравится, когда у вас что-то забирают. Я думаю, ответ на этот вопрос крайне простой. Конечно, не нравится. Тем более, что ведущие промышленники Донецкого региона, ну, скажем так, последние годы создавали себе там памятники. Рукотворные или нерукотворные, как угодно. Нерукотворным можно назвать имидж, молву, мнение людей о конкретном человеке. Рукотворными, ну, пожалуйста, современный модернизированный завод, стадионы, инфраструктуру, все что угодно. Они жили там. Хорошие они были, плохие, повторюсь. Откуда пришли эти миллиарды? Мы сейчас с вами это не обсудим. Но они там строили для себя и для своих детей будущее. Это было видно. Я дончанин, я знаю, какой был красивый Донецк. Кстати, он и сейчас красивый. Несмотря на обстрелы, несмотря на бомбежки. У людей духа там хватает. Я думаю, хватит. Так вот, конечно же, я думаю, никому из собственников бизнеса не по душе, когда тебе говорят, до свидания, это теперь не твое. И я думаю, что менеджмент вынужден находиться между огнями. Теми огнями, этими огнями. Работаешь там, эти тебя обвиняют в том, что ты финансируешь терроризм и сепаратизм. Абсурд. Человек не бросает производство. Человек, группа людей, не важно, кто это. Делает все для того, чтобы производство работало, производился продукт, продукт продавался, заходили деньги. И эти деньги в том числе делились между рабочими и их семьями. И этого человека, потому что он вынужден работать в тех условиях, наши правоохранительные органы украинские обвиняют в терроризме, в финансировании сепаратизма и терроризма. Абсурд. Абсурд. Отступая от этой темы, касаясь власти, ваша такая субъективная позиция, хотите отвечайте, хотите нет. Насколько ли виновата власть, смотрите в каком аспекте. За то, что она не берет ответственность объяснять всему общественному мнению Украины, в том числе и жителям Западной Украины, о том, что те или иные налоговые поступления из Донбасса это те или иные пенсии. Максим, так им это не нужно. Максим, зачем им нужен электорат, ну так говорят политологи, да? Зачем им нужны люди Донбасса в данном случае? Для чего? Они за них не проголосуют, это точно. Ну вы можете себе представить, что дончанин будет голосовать за Яценюка? Ну там, ну это физически невозможно. На уровне ментальности. Ну послушайте, это страшно просто-напросто. Вы говорите про власть, а я говорю про обычных жителей. Нет, вы говорите, вы говорите, насколько власти, почему власть не говорит правду. Ей это не выгодно. Ей выгодно сделать из дончан и луганчан людей второго сорта. Ей выгодно, чтобы они не участвовали в выборах. Ей выгодно, чтобы народ зомбировался. Ей выгодно, чтобы за всеми своими экономическими и политическими махинациями, чтобы все это скрывалось занавесом дыма, войны, крови и сепары и Путин виноваты. Ей это выгодно, потому что речь идет просто о деньгах и дележе потоков. Ей выгодно, чтобы народ здесь, на контролируемой территории, ими контролируемой территории, не видел, не слышал, не знал правду. Если что, это война. А кто виноват? Сепаратисты. Кто виноват, что доллар дернулся? Не Гонтарева, которая разрушила в 2014 году банковскую систему. Вы ведь банкир по образованию. Скажите, пожалуйста, кто так делает? Кто говорит о том, что для того, чтобы успокоить людей, успокоить вкладчиков? Кто говорит на всю страну о том, что у нас 50 банков, срочно мы будем закрывать? Кто делает так, что в банк дают рефинансирование, называя этот банк хорошим, а через две недели этот банк закрывается? В 2014 году из золота валютных резервов за две недели до проведения парламентских выборов, когда как раз начал дергаться курс. Официальный курс тогда был, по-моему, 14,2 или 14,3. Так вот, на черном рынке он был уже 16,2. То есть почти 2 гривны дельта. Представляете, 14,16. Так вот, из ЗВРов тогда продали на межбанке, аффилированным с ними структурам, по-моему, 400 миллионов долларов. 400 миллионов долларов. И буквально в эти же дни эта же сумма была перепродана на черный рынок. То есть люди, имеющие к этому доступ, заработали на тот момент 800 миллионов. А потом в партии власти, в обеих партиях власти, и в БПП, и в Народном фронте, в офисы свозили от телевизоров в картонных коробках наличные деньги. Я к чему веду? Отвечаю окончательно на ваш вопрос. МММ номер два. Хуже. Хуже. Те не убивали, эти убивают. И благословляют убивать. В этом разница. Причем своих граждан, друг друга. Отвечая на ваш вопрос. Власти выгодно обманывать всех. На Западной Украине, на Северной Украине, на Южной Украине, на Восточной Украине. Им выгодно создавать образ врага, чтобы все люди думали о том, что там кто-то виноват. Нет. Виноваты в первую очередь они. Они на этом зарабатывают деньги. Все просто.